Добрый вечер, уважаемые зрители! В эфире программа «Тем временем». Я Александр Архангельский. Тема сегодняшнего выпуска нашей программы – литературная классика и цифровая современность. Но прежде чем мы начнем разговор, давайте вместе с гостями посмотрим сюжет. Классическая литература входит в цифровую эпоху. Больше трех миллионов пользователей следили за чтением Анны Карениной онлайн. На протяжении 36 часов более 700 человек, среди которых и известные актеры, писатели, политики и простые пользователи сети, в разных частях света по очереди вслух читали толстовский роман. Видеозаписи остались на сайте проекта, где их разбили по категориям «Железная дорога», «Карьера», «Кухня», «Сплетни», «Смерть». Фрагменты романа можно слушать в любом порядке и на любую тему. Эти видеоролики распространяются в социальных сетях как вирусный контент. В этом году, в сентябре, по той же схеме прошли чтение «Чехов жив». Рассказы Чехова читали на 25 театрализованных площадках по всему миру, в Нью-Йорке и Лондоне, в Таганроге и Саратове, на Сахалине и в Гонконге. Завершился марафон одновременным исполнением «Чайки» в театрах семи российских городов, разумеется, тоже с онлайн-трансляцией. При поддержке Всероссийской государственной телерадиокомпании запускается новый проект, еще грандиозней. В онлайне будет прочитана «Война и мир», вся от первой фразы до последней. Аудитории и участники этих чтений очень молодые. Шуточный тест «Узнайте, кто вы из героев Чехова» на сайте проекта прошли больше миллиона потенциальных чтецов. Их средний возраст от 18 до 25 лет. Классическая литература оживает для поколения «Большого пальца», выйдя за пределы школьных учебников и родительских книжных полок. Но та ли эта литература? Что происходит с восприятием романа, который распадается на тематические кубики, рассыпается на дробящиеся аудиофрагменты? Что мы на самом деле читаем, адаптируя литературу к нуждам цифрового поколения? Возможно, на наших глазах рождается новая культура, для которой классический текст только повод, отправная точка. Об этом размышляют гости в студии программы «Тем временем». С удовольствием представляю моих собеседников. Анастасия Бочи-Смоловская, доцент школы лингвистики и высшей школы экономики. Добрый вечер. Здравствуйте. Алла Забровская, директор по связям сообщественности компании «Гугл России». Здравствуйте. Здравствуйте. Фёкла Толстая, заведующая отделом развития Государственного музея Жаня Николаевича Толстого. Моя коллега. Добрый вечер. Добрый вечер. Любовь Фридриховна Брусяк, доцент в вышпке, исследователь социологии чтения. Добрый вечер. Добрый. Михаил Георгиевич Павловец, заместитель руководителя школы филологии, высшей школы экономики. Ну и, среди прочего, школьный учитель, помимо того, что филолог. И Леонид Джорджович Кляйн, филолог, журналист, радиоведущий. Ну, много чего другого делающий, про что мы тоже сегодня поговорим. Здравствуйте. Фёкла, ну вот запускается ваш проект, и это не первый, но такого масштабного, как «Война и мир» не было. На что рассчитано? Ясно ведь, что никто не будет слушать это чтение с первой минуты до последней. Зачем этот проект? Ну как, ну это просто какие-то, так же, как и предыдущие проекты, чтение таких чтецких марафонов, которые мы делали с компанией Google. Это, конечно, для того, чтобы как-то, ну вот, не знаю, такое слово, популяризировать чтение. Какие-то находить новые формы, которые приводят всё к тому же, приводят к тексту. Так или иначе, через какие-то новые интернет-технологии, через известных людей, через то, что мы вам прочтём, просто привод чтения. Понятно, что никто не будет смотреть 72 часа и четверо суток, но каждый может посмотреть свой кусочек и может выбрать, посмотреть этого человека, это или эту сцену. Но это как энциклопедия, вы можете сказать, никто не читает там словарь или энциклопедию от начала до конца. Но энциклопедия не пишется от начала до конца. Кроме французской, великая, значит, закончилась Великая Французская революция. Вот когда энциклопедия пишется от первой страницы до последней, кончается довольно серьёзными делами. Ну, кроме того, понимаете, для меня идеология такого рода проектов, она такова, что мне дорого. Мне дорого, что это проекты объединяющие. Вот для нас объединяющие всю страну, всё общество, людей из разных городов, людей из разных социальных слоёв, людей разного образования и вообще интересов. Единственный был отказ, Дмитрий Быков сказал, нет, я не буду читать, при том, что это человек, который ценит Анну Каренину и знает хорошо роман. Он сказал, Толстой не для того его писал, чтобы в таких форумах это представлять. Ну, хорошо, Быков имеет право на собственное мнение. Кто его знает? Потому что, известно, посредник экспериментировал с литературными форумами так. Я тоже пользуюсь тем, что кто его знает. Попробуем так. Но, значит, во-первых, что это объединяющая история. И второе для меня очень дорогое, что это очень демократичный проект, потому что рядом стоят самые разные чтецы. И, так сказать, читает народные артисты, дальше библиотекарь из Владивостока. Я в предыдущем с Анной Карениной с большим удовольствием принимал участие в Якутии зимой. Получал огромное удовольствие. Но я сейчас встану на позиции литературного архаиста. Не разрываем ли мы текст? Может быть, Быков прав, и не надо всего этого делать. А старые способы вполне ещё работают. Ну, я готов ответить на вопрос. Дело в том, что сейчас я перечитываю, по-моему, в третий или в четвёртый раз «Войну и мир». При чтении я совершил то, что можно назвать педагогической редукцией. Я сейчас стараюсь читать эту книгу глазами не литературы веда, не учителя, а глазами своего учащегося, своего ученика. И что я вижу? Я вдруг понимаю, когда мне ребята говорят, что у нас мальчики читали только «Войну», девочки читали только «Мир», или мы пропускали. Я вдруг вижу, что когда я на эту книгу смотрю глазами ребёнка, я тоже начинаю пропускать. Я вдруг вижу просто белые области этой книги, которые совершенно непонятны мне как школьнику. Мне как филологу, как литературе, да, понятно, но ребёнок этого не видит. И, соответственно, для того, чтобы не помирить за этой книгой, для того, чтобы дочитать её до конца, читаться, он вынужден всё равно читать фрагментами. Мы архаисты, говорим вам, новаторам. Есть английский язык. Я тоже его начинаю учить, или там немецкий, или французский, и с нуля ничего не понимаю. Не понимаю, не понимаю, не 10 лет не понимаю. На 11 год начинаю понимать. Может, и с Войной Мир так же. Может быть, если позвольте, на фраз. Дело в том, что если мы имеем дело с будущим абитуриентом филфака, то, безусловно, такой ребёнок, скорее всего, и целиком прочтёт. Но мы не должны забывать, что абитуриенты филфака – это проценты, это доли процентов. А, наверное, для нас гораздо важнее, чтобы читало большинство. Разница между английским языком и Войной Миром заключается в том, что… Это французский. Да. Заключается в том, что Войной Мир хорошо бы любить, собственно, в этом цели преподавания литературы. И мне кажется, что для школьника, для вообще молодого поколения здесь любые средства хороши. Я не вижу, почему чтение через Google или любая другая форма плоха. Мне кажется, что если это будет рекламироваться, вот я хочу это слово употребить, через современные носители, это будет хорошо. Это уже есть хорошо. Потому что я вот общаюсь постоянно со студентами первого курса, и благодаря ЕГЭ к нам приходят студенты совершенно из разных… Базозрителям напомню, что вы, помимо всего прочего, ещё и в РАДХ… Да, да, в РАДХИКС преподаем, значит, я преподаю в РАДХИКС, и к нам студенты из разных городов. Ну, понятно, что вот сколько там, шестой год я преподаю, я, может быть, видел трёх студентов, которые полностью прочли Войной Мир. Я задаю этот вопрос. И так как мы изучаем Токерея в курсе там «Великие книги», мы сравниваем, вот, так, чтобы полностью единицы читали. Ну, я разные провожу исследования молодёжного чтения, это сейчас главное, чем я занимаюсь, и что я хочу сказать. Ну, первое, что школа продолжает транслировать ценность классики. Вот то, что классика – основа культуры, что без классики жить нельзя, это школьникам внушают очень основательно. При этом не внушается то, что это интересно читать. Ну, в общем, наверное, справедливо, может быть, не все произведения, которые входят в школьную программу, действительно современным подросткам интересно, но происходит очень интересный процесс. А мне, например, не нравится «Партицепт свай», и что? Это целое? Ну, я хочу сказать, происходит усиление разрыва между ценностями и практиками. То есть мы знаем, что, да, Достоевский, Толстой и Пушкин – это главные русские классики, культура на них держится, но это совсем не значит, что все их читают, понимают и собираются читать. Но вот понимать, что это есть – это да. На уровне практик этого уже нет. И вот здесь выясняется, что появилось огромное количество разных практик, способов коммуникации с этими текстами, которые для молодых, для многих уже равнозначны. Ну, например? Сейчас расскажу. Аудиокнига. Ну, всю «Войну и мир», конечно, никто не послушает, но какие-то более короткие. Евгений Онегин некоторые, например, слушают, или какие-то отрывки. Краткие изложения. Вот «Война и мир» есть замечательное краткое изложение. Я помню, оно появилось лет 15 назад и рекламировалось как в 4 раза короче, в 5 раз интереснее, в 20 раз легче читать. Значит, экранизации. Анна Каренина для огромного числа современных молодых людей воспринимается ими как очень интересный роман после фильма с Кирой Найтли. Гоголя любит смотреть, в школе вводит смотреть постановки театральные, ну, электронные книги. И можно ли сказать, что это чтение? В ценностном смысле, несомненно. В смысле, если оценивать восприятие текста, то это каждый раз разные произведения. Контекст очень сильно меняет восприятие, отношения и тому подобное. Имеем мы право отказать подросткам, ну, и не только подросткам, в таком восприятии русской классики. Имеем, только это не имеет никакого значения для них. Но если для самоуспокоения, я всем рекомендую. Мы архаики считаем, что войну и мир и всё остальное надо читать целиком, а дальше пусть делают, как хотят. А можно я, Александр, вам вопрос задам? Пожалуйста. Вот вы просто сказали, что вы не любите партицип цвай. Но партицип цвай – это не произведение искусства. Значит ли это, что мы можем говорить, что и война и мир больше не произведение искусства, а некая сакральная ценность, к которой мы должны прийти... Партицип цвай – не сакральная ценность. Если я превращаю войну и мир, переходим на более низкий рай, набор фрагментов, пускай подряд идущих, но не подлежащих восприятию. Мы, архаисты, считаем, что тем самым мы разрушаем замысел. Лев Николаевич Толстой как раз писал не произведение искусства. Он на том и настаивал, что это не литература, это что-то большее, это вообще космогония, это русский миф. А он-то как раз разбил на фрагменты. Он-то как раз очень фрагментарно писал. Помните, там маленькие главки? Главки маленькие, но все они в целом. Почему есть такое очень чуткое противопоставление? Или-или. Потому что я, например, воспринимаю такого рода проекты, как возьмем слово, которое Леонид употребил, как реклама. Важно прийти к тексту. Дальше, мне кажется, что это уже какой-то маленький шаг к тому, чтобы человек дальше взял книгу. Ровно то, о чем говорила Любовь, что люди читают книжки после того, как, например, вышла экранизация. Нет, я этого не говорила. Большинство, конечно, не читают, но считают, что уже прочли. И это совсем не обязательно. После того, что вот ваш проект, извините, я, значит, влезла, мне кажется чрезвычайно важным, потому что каждый поучаствовал. Вот одно дело смотреть, как на сакральную ценность, которая находится где-то в небе, а мы тут все внизу не имеем права прикоснуться. Тут мы руками это берем и в какой-то степени приравниваем, интерроризируем, чувствуем свою принадлежность. Даже если я этот один кусочек прочитала, я уже внутри себя это имею. Я просто хочу вернуться вот к опыту тех двух проектов, которые мы уже делали, чтение Анны Карениной, и чтение Чехова, и показать, наверное, с более такой эмоциональной, что ли, точки зрения именно то, о чем вот вы как раз сейчас говорили, Любовь. Люди воспринимали это чтение совсем по-другому. Это была сопричастность для них к чему-то большему, чем просто вот книга, которую они могут открыть вечером, прочитать дома или на занятиях, где бы то ни было. И те эмоции, которые они испытывали, это было потрясающе, потому что они, например, потом постоянно писали и в соцсетях, и вывешивали свои фотографии. Боже мой, я читал на сцене МХТ. Или я читал вместе с... И перечисляются какие-то известные люди. Ну да, это может быть немножко звучит наивно, но тем не менее это же очень здорово. Потому что на самом деле, когда ты получаешь какое-то знание через эмоцию, оно создает гораздо более цепкие такие у тебя в памяти и эти кусочки, которые складываются в какое-то единое целое, в конце концов. И вот эти эмоции, наверное, для нас вот в этих проектах были самым главным. То есть мы хотели, чтобы люди это пережили. И потом, если какой-то человек, который это пережил вместе с нами, возьмёт, откроет эту книгу, да, это будет ещё лучше. И, кстати, мы делали потом такие замеры, нам давали свою статистику коллеги из Книжного Союза, что после первого проекта, который мы делали в прошлом году, чтение Анны Карениной, увеличилась продажа бумажных книг. То есть, наверное, это о чём-то говорит. Это как сериалы работают на этом. Да, безусловно, да, это реклама, это определённый такой промоушен. Мы всё-таки создаём новое произведение или популяризируем старое? Потому что продажа вещь хорошая, но это не свидетельство о том, что книжку будут читать. Может быть, так культура и развивается? Я не знаю, у меня нет готового ответа. Конечно, это более фрагментар... Конечно, коротенькие главки коротенькими главками. Но Толстой нарратив выстраивал такое, что нас оплетает лианами со всех сторон. Когда мы делаем этот проект, и такого типа проекта, и вообще проекты, связанные с цифровыми, мультимедийными и иными прочими технологиями, мы всё равно разбиваем это огромное целое на множество зеркал маленьких, в каждом из которых, конечно, целое отражается, но всё-таки это другой образ и мира, и литературное взаимоотношение читателя с писателем. Это мы создаём таким образом новое постмодернистское искусство или всё-таки мы оживляем старое? Со старым всё в порядке, по-моему. То есть вот книгу-то читаю, книга-то не забыта. Во всяком случае, те, которые мы читаем, никто не сомневается в её величии, но на самом деле всё-таки очень много людей её читает. Мне кажется, что мы как-то... Ну, это какой-то прогресс наш, мы как-то развиваем себя, но вот есть люди, которые придумывают какие-то там замечательные технические усовершенствования, а есть люди, которые придумывают какие-то новые способы взаимодействия с культурным наследием. И совершенно как бы непонятно, почему это надо как-то противопоставлять, да, а скорее нужно какие-то придумывать действительно ходы, которые тебе дадут что-то новое. Вопрос, куда ведут эти ходы? Вот куда? Эти ходы ведут к получению какого-то нового знания. Естественно, когда мы... Или эмоции, как говорили. Ещё тоже очень важно. Или эмоции. Нет, если мы говорим про какие-то такие популярные вещи, то это эмоции. Если мы говорим про, например, ну давайте совсем сейчас немножко про другое скажем. Скажем, там, виртуальные музеи. Такая важнейшая, центральнейшая тема современного развития культуры. Вот можно сделать такой музей, который не находится ни в каком здании, но которым на самом деле в прекрасном разрешении собраны какие-нибудь вещи с прекрасными описаниями и так далее, и так далее. Ну, по некоторой теме. Это к чему ведёт? Это совершенно... Она что-то разрушает? Ну, ловлю вас на слове. Это ведёт, конечно, к глубочайшему конфликту с традиционной задачей музея предъявлению подлинности. Мы предъявляем образ. Это не менее важность, но у нас принципиально другая. Мы не соприкасаемся с подлинностью, мы соприкасаемся с образом подлинности. Мы смотрим на него виртуальный музей. В литературе сразу другой подлинник. Сразу. Он же не в бумаге, и эти тексты могут быть напечатаны на чём угодно, и на экране тоже. Это я скажу так. Это если музеи считают, что они такие, как бы, княжеские вотчины, которым принадлежит всё, что внутри, а люди по билетику, если они могут, будут вести себя хорошо, могут вот немножечко увидеть. А если мы считаем, что, в принципе, как бы есть культура, и мы, как носители этой культуры, а также все, кто хотят, должны иметь к ней доступ, то это уже задача музеев придумать, как сделать так, чтобы люди имели к ней доступ. Для того, чтобы показать картину, предположим, музейную, в виртуальном пространстве, мы должны её показать так, как никогда мы её глазом не смотрим. Это принципиально другое произведение. И так показывает. И в Академии культуры Гугл этого очень много. Да, и ты видишь то, что ты видишь. И ты никогда не увидишь глазом. Значит, я к чему? К тому, что это производство нового культуры, это новое произведение, состоящее из тех же элементов. Мы, просто мне важно, к чему мы приходим. Да, совершенно верно. Мне всегда кажется, что мы даём некоторое новое измерение. Что книга, она линейная, нет, не линейная, двухмерная всё-таки, у неё есть вверх текст. У книги есть ещё моя глава. Нет, 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 не забывайте. Я вот так считаю, что когда мы говорим, у нас есть некоторый линейный ряд. Когда у нас книга, у нас есть всё-таки страницы, какие-то там их ширины. А когда мы добавляем, значит, какие-то ещё виртуальные инструменты, мы даём ещё какие-то новые измерения, да, вот это вот, как-то это всё отображаем, и даём некоторые новые доступы к тому содержанию, которое там есть. Доступы или новые произведения? Нет, нет, нет. Я не против, я просто хочу, чтобы... Нет, 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 я считаю, что это всё есть. Доступ, конечно. Это доступ. Но знаете... Прошу прощения. Просто вот к тому, что в живописи или, например, в изобразительном искусстве гораздо всё сложнее с виртуальными вещами. Вот вы правильно назвали меня, сказали, что я работаю в музее. Вот мне кажется, что проекты, о которых мы говорим, имеют абсолютно прямое отношение к моей музейной работе, потому что, на мой взгляд, сфера, вот то, что должен хранить Толстовский музей, это отнюдь не только предметы из фондовой коллекции. Это наследие Толстого, которое ведь не только там ручка, или я там не говорю про рукописи, не знаю, ручка, письмо, чемодан, шляпа. Это же тексты, они где? Почему они не в Гугле? Почему они не в виртуальном пространстве? Почему они не в устах людей, каждый из которых их понимает? И это страшно интересная вещь, как ты видишь, особенно, когда, например, люди присылают по конкурсу заявки и читают там некоторые одни и те же куски. Ты видишь, как по-разному люди это воспринимают. Это отражение Толстого во множестве, множестве, множестве читателей. Разве это не предмет наследия? Это здорово. Вот, посмотрите, я хочу сказать немножко про контексты по поводу того... Опять же, я сейчас, зрители, напомню, что Леонид, среди прочего, ведет рубрику «Библиотека Леонида Клейна», как раз разговаривая с современным слушателем про классику. Да, я действительно веду эту программу. И большой очень, между прочим, запрос на разговор, на такой популярный разговор о классике, это совершенно очевидно. Люди там присылают нам сообщения в эфир, что вот у меня там совещание, они не могут выйти из машины. А почему? Потому что им уже там по 40-45 лет, они никогда, на самом деле, не читали этого. Они как раз вот, как вы правильно совершенно сказали, они думали, что они прочли, а мы тут что-то такое рекламируем им. Но вы знаете, я хотел сказать про контекст. Вот мои студенты, я думаю, что вот у вас ситуация примерно та же самая, очень часто читают с телефона или читают там со своего айпада. На самом деле контекст меняется. Во-первых, они читают текст, классический текст Толстого, например, и в этот момент им сыплются сообщения из Фейсбука, из ВКонтакте и так далее. И это важно. То есть у них, понимаете, там с одной стороны, там салон Анны Павловны Шерра, а с другой стороны, значит, там привет, как дела? Это с одной стороны. И, конечно, уровень сосредоточения другой. Книжка, помещенная в электронный контекст, это уже совсем не та книжка. Это вот не тот том, где ты, кстати, видишь конец, сколько там осталось, ты видишь его объем. Тут тоже пишут, сколько там осталось. Да, да, да. Но все-таки ощущение совершенно другое. То есть я настаиваю на том, что для человека, который бумажную книгу, либо не то, что никогда не держал, но уже отвыкает, конечно, классика уже помещается совершенно в другую воду. Можно, я добавлю, очень интересный разговор, надо сказать. Дело в том, что давайте начнем с того, что вообще даже один и тот же текст восприятия каждого читателя немножко разный. И в та... Значит, ну, для меня, как социолога, не то, что написано, а то, что воспринято, да, важно. И второй момент очень интересный. Как драматически теми, кто относится к классическим таким читателям, воспринимается уход бумажной книги. Мы с студентами проводили специальные исследования среди читающих молодежи. Но большинство читает уже и то, и то. И на электронных носителях, и на бумажных носителях. И вот те, кто, как мы, являемся такими старыми, еще старой закалки читателями, для них на всех носителях современных очень не хватает чувственного компонента. Прежде всего, конечно, запах. Запах. Кто-то про старую книгу, кто-то про новую. Слух. Это, значит, шуршание страниц. Значит, это осязание. Это приятно держать в руках. Вот про эту книгу, про нее говорят, что это удовольствие коммуникации именно чувственной. А к книге электронной отношение все-таки очень прагматическое. Но что, мне кажется, для современной ситуации самым важным и интересным? Наше отношение с литературой было отношением статусным. Учитель, гуру, но чуть ли не Господь Бог, писатель, и мы там внизу, которые что-то можем понять из того великого, что он нам сказал. Вот новый тип коммуникации в области чтения, я специально так называю, длинно, это переход к субъектным отношениям. Вот когда я беру Анну Каренину и могу поделить ее на отрывки, выделить что-то с ними, делать, переставлять, я становлюсь, в общем, соавтором, и статусно мы почти выравниваемся. Ну, некоторые писатели тоже это любили делать. Например, у Картасера в игре классики ты можешь читать так, ты можешь читать всякое. Ему эта, видимо, игра тоже очень нравилась. Это не похоже на... Ну что, брат Пушкин? Так как-то все. Ну, не очень похоже. Пушкин все-таки Евгений Онегин писал с начала до конца, но вот. И мы... Я прихли с того. Мы не так, не с таким почтением относимся при такой коммуникации к автору. Это хорошо или плохо? На мой взгляд, хорошо. Не бейте меня, пожалуйста, тапками. Почему это, мне кажется, хорошо? Нет, тапа к нему далеко. Спасибо. Мне почему это нравится? Потому что очень высокая степень сакрализации означает некоторое мертвление. Страшно к этому прикоснуться. К этому прикасаться, в общем, даже не хочется. Мы издалека должны восхищаться тем, что вот она, русская культура, но своими грязными руками, в общем, скорее всего, дотрагиваться не будем. Я хотел, как раз спасибо, подхватить о чувственности. Вот этот запах книги, это во многом мифологизировано. Потому что, известно, современная книга не пахнет. И старая пахнет уже очень редко. Как твое решенное обоняние. Я вас очень прошу. Но здесь есть другой очень важный момент. Ханс Ульрих Гумбрехт рассказывал, когда он со своими студентами, современными молодыми ребятами, читал классику испанскую. И что он оборону оружию? Ребята блистательно считывают ту информацию, которая заложена в этой книге. Но они читают сквозь стилистический план, сквозь риторический план, сквозь эстетический. Они не видят напрочь эстетический аспект художественного произведения. Они не воспринимают язык. Они воспринимают эту информацию. Вот эта современная практика чтения, это чтение информации. Эстетический аспект. И во многом почему это? Во многом потому, что, во-первых, это компьютерное чтение. Когда ты привыкаешь быстро пролистывать большой объем информации. Я возвращаюсь к пазикархарикам. Мне очень нравится то, что вы говорите. Давайте. И второе. Второе. Это огромный объем обязательного чтения. Чем больше ты обязан посчитать, тем быстрее ты будешь это пролистывать и вычитывать. И как раз чем замечательен этот проект? Этот проект тормозит чтение. Потому что ты не можешь быстро промотать запись, чтобы быстро-быстро прослушать этот текст. Ты вынужден включаться. А во что ты включаешься? Или отключаться полностью. Или отключаться полностью. Но ты включаешься. Ты включаешься не в новые произведения. Ты включаешься в интерпретацию. Здесь почему-то это слово не звучит. Оно очень важно. Понимаете, когда Венера Милосская лежит в земле, это камень, это мрамор. Произведением искусства она становится тогда, когда мы его выкапываем. И то. Для одних это испорченный памятник, а для других это шедевр. То же самое с книгой. Книга только тогда становится шедевром, только тогда становится произведением искусства, когда она кем-то воспринята. Любое восприятие есть уже интерпретация. Скажите, а у Гугла есть такого рода проекты за пределами России? На самом деле мы были здесь пионерами. То есть именно вот такого рода проект мы делали впервые как компания. Были моменты, когда я помню в Испании, но это было несколько лет назад, но там делалось это в записи, не в прямой трансляции, как здесь читали тоже Сервантеса, Лан Кихота. И все равно живое и неживое они отличаются. Здесь ценность вся была как раз в том, что это происходит здесь и сейчас. Именно сейчас вам нужно подключиться. И вот в момент, когда, например, по последнему проекту, когда читали Чехова, за эти 24 часа 700 тысяч человек подключились. И в общей сложности посмотреть... Смотреть 700 тысяч. Да, смотреть. 700 читали, 700 тысяч смотрели. Да, 700 тысяч смотрели. И в общей сложности они смотрели, если взять весь объем видеочасов, они смотрели 5 лет. То есть все вот эти люди. Это много. И это здорово. Я понимаю мотивы социолога чтения, я понимаю мотивы радиоведущего, рассказывающего о классике, учителя, которого надо понимать, в музее Толстого дома. Гугл понимает. Тем более, а вас-то как в цифровую книгу издание затянуло. Что там традиционное представление, наше архаическое представление лингвистов, какой сидит человек, изучает слова, а как они были, в разные формы, и вдруг цифровое книга издание. Мы технологи. Мы это переводим. Но я вообще занимаюсь компьютерной лингвистикой, и это разные какие-то технологии, которые помогают так или иначе автоматически обрабатывать текст. Естественно, когда есть некоторые задачи такого какого-то цифрового преобразования, ну вот не просто распознавание, хотя я обожаю проект «Толстой в один клик», но это всё-таки такая некоторая базовая вещь. Я просто зритель, напомню, что «Толстой в один клик» это проект, когда полное собрание сочинений Толстого с помощью волонтёров под новое программное обеспечение преобразовывалось из формата PDF, формат, в котором можно... Из картинок в текст. Да, из картинок в текст. Из картинок в текст. Я просто на секундочку не хочу Асю перебивать, но сказать, что мы вот уже несколько лет, сколько, два года сотрудничаем, мы встретились именно на презентации проекта «Весь Толстой в один клик», когда мы со своей стороны хотели перевести с помощью волонтёров 90-томных в цифровой вид, а учёные из высшей школы экономики как раз интересовались поиском материала для того, чтобы применить свои научные какие-то методы для того, чтобы вот этот какой-то корпус текста, Толстой в этом отношении очень подходил, посмотреть, что можно компьютерными вещами сделать. И это страшно интересное направление, которое развивается, с одной стороны, научно, и вот Анастасия Александровна это возглавляет, а с другой стороны имеет очень конкретное уже сейчас переложение. Здесь такая чуть-чуть почти тавтология, потому что вот мы сейчас сделали приложение, живые страницы, которые именно, может быть, даже, может быть, хорошо, с сюжетной точки зрения разбирают вам весь мир толстовский. Вот роман «Война и мир» положен на карту, вот он положен на линию времени, вот персонажи и так далее, и так далее. Но устроено это всё одним образом. Любое ваше действие, любая ваша игра с этим всем большим миром, она вас привозит к цитате и к тексту. На любой второй клик вы оказываетесь в тексте Толстого. Это такие крючочки, такие, так сказать, заманушечки, которые вас приведут всё равно к тому, лучше чего уже мы не сделаем. Можно я тогда добавлю? Привычка читать поперёк – это некоторая наша данность, это некоторая наша такая эволюция, и мы не можем с ней бороться, и мы сами уже читаем поперёк, а уж дети наши точно. Но что мы можем сделать? Мы можем приложить интеллектуальные усилия для того, чтобы, ну, как-то… Притормозить. Не притормозить, не противопоставить, а что-то как-то этому противопоставить, и как-то некоторые новые практики чтения как-то обогатить. И это такой, как бы, позитивный подход. А если возвращаться к тому, о чём сейчас говорил Фёкла, есть, собственно говоря, два направления. Есть такое направление популяризаторское и демократичное, очень, как бы, прекрасное, вот чтобы всё-таки люди так или иначе находили какие-то новые свои ходы к культуре, если вот так сидеть с бумажной книгой и нюхать её, вот они уже больше не могут. Валить с ней нюхать, чтобы как бы такой образ смелый отношения к литературе. Я немножко подвела итог следующего обсуждения, что самое главное. Вот. А вторая, конечно, страшно важная вещь, действительно такая цивилизационная, очень важная, это некоторое новое понимание того, как надо сохранять культурное наследие. И в этом смысле, конечно, и всякие музейные проекты, в том числе и Гугл, они ужасно важные, да? И текстологические проекты тоже, вот мы сейчас их ведём, и как бы там принципиально такая история, что ты должен придумать, как его действительно сохранять. Потому что если ты просто его оцифруешь, вот просто, и он у тебя будет даже лежать где-то на дискетке, то ты его не сохранил. А нужно сохранение есть в каком-то взаимодействии. И когда мы смотрим, как этот роман устроен, или, например, вот там интересный, очень для меня проект, скажем, с черновиками Толстого, ты чуть-чуть, вот эти отношения с пьедесталом, ты чуть-чуть, они меняются. Понятно, что мы никогда не разложим на атомы. Ага, вот он написал так, а потом так, а потом Анне Карениной он назвал другом, я всё понял, всё ясно. Конечно, этого не будет. Но ты хотя бы что-то, ты понимаешь, как он работал, не знаешь, чего он хотел. Ты от этого тебе легче воспринимать. Более того, я хочу сказать, что цепочка здесь такая, что черновики эти лежат где-то, и к ним имеет доступ два-три учёных. Дальше, например, мы лингвисты, придумываем некоторые технологии. Как её можно сохранить так, чтобы вот все эти слои, более-менее, ну вот хотя бы какие-то слои, отобразить в цифровом виде, а дальше уже приходит более... Студент. Например, студент. Да. И с ним происходит такое-то озарение, например, и он что-то видит, что никто до него не видел. Мы хотим сохранить так, чтобы потом люди смогли воспользоваться этим знанием. Я просто хочу сказать, что какие-то другие люди к этой же базе данных могут обращать самые разные вопросы. Какие хотите? Вы хотите узнать, как толстой цвет использовал? Пожалуйста. Вы хотите узнать, что снится героям Толстого? Пожалуйста. Вы хотите сопоставить там, что Толстой в этот день написал в дневнике, а что он написал в текстах, а что было в тульских газетах, а что он ел в этот момент, потому что сохранились меню на каждый день? Пожалуйста. Здесь можно дальше ставить задачи самые разные. О Толстом мы думаем как о таком консерваторе, да, с замшелом. А ведь Толстой был очень внимателен ко всем новинкам. Есть записи голоса Толстого. Так что я думаю, что и нынешнее состояние, в которое приводят его тексты, его бы удивило и, может быть, даже восхитило. Вы утешите меня, что он бы не проклял нас. Я в этом уверен. Я в этом уверен. Я бы хотела еще добавить эмоциональное, если можно, коротко, что Фекла упомянула этот проект «Живые страницы», который мы делали как раз такой популяризаторский про военный мир. И такое мое главное чувство было, когда я им занималась. Это можно скачать и посмотреть всем, кто хочет. Значит, я приняла ко всему метафору, что есть такой какой-то огромный живой организм, какой-то такой мамонт, такая глыба, и вообще непонятно, как он движется. Это действительно очень странно, такая огромная, сложнейшая книга, почему вообще-то она живет, ее читают миллионы людей и явно еще будут читать. Вот что? Что держит этого мамонта? А дальше мы начинаем это все смотреть, как двигались герои, как по волокнам. Мы как бы смотрим через рентген, такой вот что-то такое. И мы понимаем, что там внутри такие сочленения идеальные, такой там сделан скелет, что вот он его и держит. А так-то не видно. Мы сегодня почему-то средоточились только на Льве Николаевиче, наверное, потому что для школьников... Ну, нам Фекла дала повод. Да, ну, для друзей, во-вторых, значит, для школьников все-таки это самая большая неподъемная глыба. Самая большая неприятность. Ну да, неприятность. Нашли проблему решать уйти от этой неприятности. Значит, вот более простые способы коммуникации изобретены. Но все-таки, все-таки, вот, ну, это, например, совершенно изменение носителей совершенно не решает проблему отбора произведений для школьной программы, например. Никак. Ну, или просто считается, значит, приравнять официальное, там, короткое изложение к полному, а больше тут ничего не сделаешь. И эти, этой проблемой все равно придется решать, что это должна быть война и мир, или должно быть что-то другое, или вообще, значит, здесь должна быть возможность выбора. Важнее вот, что вот все, о чем мы сегодня говорили, это мне кажется существенным именно с точки зрения положения вот того, кто воспринимает любое произведение искусства и литературы. Потому что, там, вот, когда мы имеем возможность видеть эту картину, просвечивать ее со всех сторон, видеть детали и так далее, это значит, что за нами, ну, нам, обычным людям, ни специалистам, ни работникам музея, ни искусствоведам доверяется и делегируется право, ну, вот, коммуницировать с великими произведениями так, как будто это произведение массовой культуры. Потому что раньше... Я представляю себе реакцию части зрителей. А это оно и означает. Вот слово создатель и творец, оно показывает наше место. А теперь мы говорим, а мы тоже. А мы вот так повернули, увидели то, что, может быть, сам Леонардо не видел. И мы привнесли в это произведение то, что мы люди неграмотные, необразованные, и вообще нас не уважает вся эта самая вся интеллектуальная элита, а мы что-то такое увидели, а это же просто питька из второго подъезда, посмотрите, какое это живое. И да, мы или соглашаемся с тем, что теперь мы все совладельцы великих произведений, или не соглашаемся, и тогда делаем спецхран, и разрешаем вот эти все дела, все преобразования только специалистам, которые имеют право прикоснуться к этим произведениям. С этим очень трудно смириться интеллектуалам, чрезвычайно трудно, мы теряем свой статус. Но мне кажется, что чтобы это все жило долго и счастливо, нам придется принять новую ситуацию, и она, конечно, с этими цифровыми делами со всеми тесно связана, принять, что у всех есть равные права, и, значит, ну вот теперь будет другая жизнь, которой раньше нет. Да, но права всегда отягощены обязанностями. Это вопрос, какие у нас обязанности. Просто маленький вопрос, да, а для кого писал Толстой? Толстой писал для толстоведов, да, или Толстой писал для широкого читателя? Он писал все-таки для читателя. А когда мы читаем, что знакомство с любой книжкой должно начинаться с предисловия к этой книге, мы понимаем, что... И руки вымыть. Да, и руки вымыть. Что автор этого предисловия претендует на то, что доступ к высокой культуре может быть только через особую касту жрецов. Толстоведов, литературоведов, искусствоведов и так далее. Сам не смей приближаться, да, но к музам, к чистому и храму презренный раб не подходи. А это неправильно. Таким образом, мы убиваем полностью интерес к той литературе, которая не для тебя писана, а для специалистов. Вы протестанты. Да? Где ваши 95 принципов? Давайте прибьем их на дверь библиотеки и объявим, я так же здесь стою, не могу иначе. За этим наступили войны. Хотя, может быть, очень много в хорошую сторону заменилось, но войны вслед за этим пришли. Я как раз хотел сказать два слова в защиту предисловия, потому что... Литературный католик, пожалуйста. Доброполоменский язык. Ну, на цифровой основе. Так что, так сказать, компромисс. После второго теканского самого. Да, да, именно. Не надо недооценивать не то, что вот пиететы перед классикой, а просто то, что у людей нет времени, у них есть страх перед тем, чтобы открыть книжку, у них есть ненависть и страх, сохраненный еще от школы, потому что их учили ненавидеть. Поэтому, на самом деле, такое, не знаю, правильное предисловие есть и с читателем, вот с потребителем не говорить языком сверху вниз, то, конечно, ему нужна какая-то дверь, нужен какой-то способ, чтобы эту классику он смог открыть, прочитать и так далее. Поэтому предисловия нужны. И не только предисловия, но и комментированное чтение, потому что просто элементарно понять текст, становится все сложнее, язык меняется, вы не дадите соврать. Пушкин действительно настолько велик, что он затормозил развитие русского литературного языка очень надолго, но все-таки, кажется, заканчивается. Заканчивается. Появляется первое поколение, для которого капитанской дочке, например, отношения выстраиваются довольно сложно. Но, кстати, цифровые технологии здесь дают колоссальные возможности, потому что нету еще трехмерных иллюстраций, еще нет комментариев, которые не обязательно текстовые по пунктам со сносками, а оживающие. Все к вам. Нет, ну вот мы как раз это реализуем, отчасти начали с «Войны и мир» в живых страницах, и, пожалуйста, там иллюстрации, и соединения с какими-то теми же музейными экспонатами. Нет, я конкретно примет, так что, почему до сих пор нет цифровых изданий классики, в которых комментарий был бы превращен в условно анимированную или какую-то иную форму? Это не обязательно должно быть скучно. Да что значит до сих пор? А сколько времени вообще у нас детей у всех? Дорогие друзья, это кто у меня призывал? У нас ругается, чтобы еще так мало сделали. Будущее, вы призывали, не обижайтесь. Сколько у нас там, 10 лет прошло, а до сих пор нет, или сколько, 5 вообще? Доступность. Да, эпоха реформации предполагает скоростное движение и претензии к тем, кто этот процесс начинал, но не сделал всего, чего мы ждали. Я вынужден подводить черту. Спасибо вам за этот разговор. Понятное дело, что для нас толстой проект, который вы запустили, повод, проблема шире гораздо, несомненно, все-таки для меня очевидно, что это создание новых произведений в большей степени, чем поддержание старых. В чем никакого ужаса нету, цифровая культура, конечно, создает новые произведения, и это и есть неостановимая жизнь культуры. С архаикой, с архаикой, с архаикой, я советую все-таки считаться, потому что консерватизм в истории культуры не случайен. Очень важен, он тормозит, иначе занесет машина без тормоза ничем не лучше, чем машина без двигателя. В одном случае она сгниет, в другом разобьется. А что вы хотите тормозить? Какие опасности вы видите, какие знаки вы считаете необходимы расставить на этом путь? Я считаю, что проблема того, что предисловие комментариев неправильно поставлена. Не предисловия не нужны, и комментарии не нужны, а в тех формах, какие они были, они не нужны. А в новых формах очень даже нужны. Иллюзия, будто бы мы встали в один нос к носу с классиком, опасна. Конечно, это не те катурны, на которых классика стояла когда-то, но все-таки помнить, что толстой, это толстая я, это я, полезно. Вот, полезно. Я бы не радовался моему равенству с Ревом Николаевичем. Все-таки должно быть какое-то скромнее. То, что сохранение из элементов культуры. Аналогия простая. Чем более глобальным и стандартизованным становится мир, тем выше ценность региональных культур, тем выше ценность регионализации. Как ни странно, вот это сверхсовременное вовлечение нас в производство новой культуры повышает тем самым ценность старой, которая равна себе. Спасибо вам за то, что вы делаете. Продолжайте в том же духе, кроме пересказов. Либо пишите пересказы так, чтобы это было новое произведение. Спасибо большое. Увидимся с зрителями в понедельник на канале Культура. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова